Писи Плейтоник Очень смущенное лицо, такое недовольно, такое смущенное Если бы меня звали Писи, я бы тоже, наверное, ходил с таким же выражением лица Хэй-хэй, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халге, вы смотрите канал Хелплей Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение Потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить великолепный симулятор полицейского под названием Это полиция У нас с вами третий день, игра немножко с собой уже ознакомила Также дала намеки на то, что дальше будет только интереснее, разнообразнее и сложнее Я с превеликим удовольствием этого ожидаю Ну и также мы узнали из предыдущей серии, что мэр этого города, внимание, коррупционный мудила Я понимаю, вы шокированы, никто не ожидал, что власть имущей будет завязан с коррупцией Но да-да, друзья, и здесь тоже все не слава богу Мы обязательно ему нагадим, если это будет возможно Но перед этим поднимем наши бокалы и выпьем за то, чтобы все чиновники работали так же честно, как и полицейские Ну, мы в предыдущей серии пили за то, чтобы полицейские, да, работали честно А теперь за чиновников Давайте, брать чай Ну, а мы с вами продолжаем Строительство музея кино вновь отложено Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки Легендарный певец Генара Креспа приедет во Фрибург Понять не имею, что он там исполняет, но, наверное, раз популярный, очень крутой Еле наша машина заводится, пора бы купить новую Правда, видимо, наша зарплата не позволяет этого сделать Знаете, честные копы, они же еле-еле концы с концами сводят Если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае Но даже у полного сил сотрудника могут быть причины уйти домой Некоторые причины надуманные Некоторые вполне серьезные Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя Помните, что когда у вас появятся секреты, они будут первыми, кто о них узнает Ооо, как! Интересненько, да, друзья? Помимо характеристик у полицейских есть звание У сотрудника низшего ранга нет лычек на карточке Сотрудники повышенной в звании носят одну, две или три лычки Раз в неделю вы получаете одну лычку и можете повысить им звание любого сотрудника Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение Лычка никуда не денется А, видите? Когда ему дается лычка, у него повышается его общий профессионализм Повышенный в звании сотрудник не только растет в профессионализме, но и учится командным качеством Если на задании рядом с обычными копами будет старший по званию, они наверняка справятся лучше обычного Плюс коп повышенной в звании начинает серьезнее относиться к своей службе И все меньше думает о выпивке и отгулок И все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов Но вот в реальной жизни все совсем по-другому Чем выше звание, тем больше пузо и меньше желания работать, к сожалению Вот, ладно, тут все иначе, будем иметь в виду Итак, у нас есть несколько бравых полицейских Это у нас, друзья, уже иная смена, как вы помните Здесь есть Рой, как Прайс, в той команде И, друзья, я почитал ваши комментарии, я учел ваши замечания по поводу того, что я Некоторые, пол некоторых офицеров я перепутал, например, как Сперди, да? Да, действительно, если приглядеться с лупой И, да, она действительно больше похожа на женщину Я согласен Хорошо, я буду это учитывать Но, но, вот знаете, вот что? Вот скажите, вот Грант, это Это очень красивый мужик или это женщина? Грант, это, это же мужское имя Я могу, извините, если Грант, это женское имя Но Грант, это же, по крайней мере, звучит, как мужское Но выглядит даже, как женщина А Рой У него серьги Или это она? И она выглядит, как престарелая дама Это Рой, это женщина или мужчина? В общем, я вас, я вас прошу Подскажите мне Подскажите мне Так ли это? Вот А пока, пока Мы с вами отправляемся дальше Я никого повышать не буду Посмотрим, как у нас эта смена вообще отработает Я считаю, надо, как бы, посмотреть, да? Че-то как Как они себя проявят А потом уже раздавать медальки Эти лычки Потом уже поймем, кто достоин повышения С этой группой я работаю впервые Итак, музыкальный проигрыватель Фриборг еще не превратился в город Где нужно слушать музыку по указке Вы можете выбрать любую пластинку Из вашей коллекции И включить ее в любое время Прямо как в жизни В жизни вашего деда Так Так, названия, к сожалению, не написаны Так, ну, по картинкам можно примерно понять, что там О, Биллабонг Давайте Давайте У меня, знаете ли, хороший вкус на музыку Как вам? О, господи, это прекрасно Давайте научимся нанимать и увольнять копов Ура! Долой прайса и роя Из команды И еще Берча-младшего надо уволить И Бер... А, извините, отец и сын Берч и Берч-младший А-а-а-а Они оба... А-а-а-а Они оба какие-то недовольные и непрофессиональные Итак, дела Полицейский участок Так, биржа труда У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест На которые вы можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников Слоты разделены для офицеров и детективов Мы, кстати говоря, детективов еще не раз не использовали И спецназ еще ни разу не использовали То есть все еще впереди Я не хочу профессионализм... Стой, я не хочу... А-а-а, во, все, я могу выбрать А-а-а-а, во-во-во, отлично Так, я бы Джастина Флоренса нанял Ведь не важно, сколько профессионализма Я ведь могу его нанять, да? Вот слотов у нас 15 А уволить как? Я хочу уволить Так, ладно, давайте... Давайте наймем Куда его наймем? Куда его... Так, в смену А Потому что у нас в смене Б... А, это и есть смена А Погодите, получается, за смену Б мы тогда играли, да? Тогда в смену Б его наймем Потому что там нет такого профессионального мужика Так, персонал Ага, во, если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудника С удовольствием! Нет, я не хочу... Хотя... Могу я его уволить? Если вы уволите человека легально, никто не задаст вам лишних вопросов Можно уволить и нелегально, но это может повлечь за собой дополнительные разбирательства Да и другие сотрудники явно не будут рады такому произволу Другой способ освободить слот, убить полицейского Но это ведь не вариант, да? О, нет, это жестоко А, у меня нет причин уволить его законно Погодите А старшего? А, ну да, вот он... А, слишком стар И Рой тоже Отличная причина, слишком стар Мне нравится Увольняем Так, и я могу уволить на самом деле еще Берча И нанять какого-нибудь... Кого-нибудь получше Давайте уволим Берча Он слишком стар, да В жопу его Ну, а этих пока можно оставить Тем более законно я их уволить не могу А, вот я еще кого могу уволить Здесь вот Вот, Прайса можно уволить, да? Ее вернее Так, хорошо, да, слишком... Отлично Ну, а эти, ладно, молодые, пусть учатся Что ж Биржа труда Давайте наймем Ребят Итак Наймем Наймем смену Б Писи Плейтоник Очень смущенное лицо Такое, недовольное Такое смущенное Если бы меня звали Писи Я бы тоже, наверное, ходил с таким же выражением лица Наймем Так, наймем на смену А Так Замечательно У нас еще три слота Офицер Роберт Роберт Требер Наймем смену Б Так И Погодите Где мы уволили кого? Так Значит, в смене А я уволил двух, да? Так А тут я уволил только одного Замечательно Значит, я могу еще сюда нанять Так В смену А Наймем Донну Фитцминсмонс Она похожа на перерождение Гитлера в женском В женском обричи В смену А тебя Так И еще один, но детектив только Ну и давайте наймем Джеймса Вайнбаргера Он похож больше на семейного психолога, чем на детектива Но А, так, стоп А где у нас сколько детективов? Погодите Вот здесь два только, да? А здесь три Три Так А вот сюда нанять Смену А давайте наймем Чтобы было по три Да, наймем на смену А его Все Я разобрался более-менее Вроде бы неплохо Вроде бы неплохо Все мне нравится Начинаем Итак, первое задание Вандализм Собор Сента Джона Позвонил и расстроенный настоятель собора Сегодня утром он обнаружил, что ночью Кто-то проник на старое кладбище Во дворе Надгробие расписано сатанистическими знаками Есть сколы Кажется, даже есть следы работы лопаты Но настоятель старается об этом не думать Так Ну, слишком опытного копа Отправлять на вандализм Это так себе история Я предлагаю отправить Я предлагаю, знаете, отправить вандала и Робинса Я боюсь, что если мы отправим 160 и 110 Они завалят это дело Потому что 160 это не очень много Отправим двух среднячков Пусть-пусть разберутся Боюсь просто, что завалят дело Поэтому не хочу отправлять неопытных Знаете, неопытных надо отправлять там, когда Три слота, например, есть То есть ты отправляешь двух каких-нибудь матерых мужиков туда, да? И с ним какого-нибудь там лоха Вандализм еще, небоскреб Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок Два подростка, так Я предлагаю отправить опытного копа и самодея, они должны справиться Возможно еще отправить гранта, чтобы поучились Потому что этот парень еще и со значком, они должны прокачаться Вот про такие ситуации я и говорил И я надеюсь, что они не засрут Вот эти вот не засрут дело Вперед Я их сейчас хочу прокачать немножко Чтобы от них было меньше проблем Так, тем временем у нас уже первые ребята готовы Да, ну Да, все, отчет пришел Итак, преступника мы поймали, офицеры невредимые Да, замечательно Замечательно, мы с вами их прокачали Просто прекрасно, они возвращаются на работу Давайте, ребята, быстрее, а то сейчас новые дела появятся А у меня ментов нету 29, ну, они успеют Так, пока нажимать не будем В закусочные какие-то проблемы произошли Так, отлично, отчет Вандализм Преступник пойман, офицеры невредимые Замечательно, вот, видите, сработало Вот, вот, это, вот это классная тактика Вот их надо так прокачивать А вот отправлять их в двояка, например, там, гранта и робинса Опасно, опасно, очень неопытная команда получается Так, подозрительный индивидуум Официантка Милли уверена, что она только что подала двойник Двойной чикен-эдди и диетическую колу опасному преступнику Портрет которого виделось сегодня утром в новостях Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер А вам не кажется странно, что разыскиваемый преступник Наверняка знает, что его разыскивают Просто сидит и жрет Бургер Так, ну это либо ложный вызов, она ошиблась Либо Либо это просто псих, который не боится ничего Так Блин, я боюсь, что если отправлю Берчимэла, будет совсем все хреново А если я одного отправлю? Просто если это опасный преступник, то... Ну Ладно, давайте, давайте я рискну Хорошо, я рискну, давайте Просто это странно как-то Нам сказали, в игре надо за этим всем следить Это как-то странно выглядит Как особо опасный разыскиваемый преступник Может сидеть, жрать в кафе, блин, бургер Господи, он что, он же не идиот Сэм Соркин, ночной клуб Кинг Левис Мистер Бойт, мой вышибал, а снова наелся своей любимой мексиканской еды И не выходит из туалета А тут у меня огромная очередь у входа скопилась Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков Да, у меня есть такой И знаешь что, он сказал, что ты придурок Конечно, я не буду выполнять это дерьмо У меня ребята учились в академии Они рискуют жизнями Сейчас я буду отправлять какую-то петуху А, ложная тревога Фух, я был прав Официантка обозналась, приняв отставного офицера Фрэнка Нерона за преступника Ну, я так и думал, это логично Как может быть опасно особо опасный преступник Сидеть, блин, бургер жрать, когда его разыскивают В закусочной, тем более Что за бред, блин, конечно, бред Я не пойду, я не буду выполнять это дерьмо Что это за хамство такое? Что это за хамство? Вы что, охренели, что ли? Продажа наркотиков Ледовая арена Кристофера Гэсэнде Поступил анонимный звонок По катку в ледовой арене Ездит клоун с воздушными шариками И продает подросткам Крэг Ха-ха-ха-ха Так, ну на самом деле это не смешно Так, погодите, продажа наркотиков Ну, нам нужно на продажу... Так, ну это уже серьёзно. Хотя... Хотя нет ничего... Нет ничего сведения о том, что он вооружён или ещё что-то такое. Я предлагаю дождаться вандала на самом деле. И отправить Робинса и вандала на это дело. Вот что я предлагаю сделать. Двух средних офицеров. Не хочу пока Стоула использовать, потому что он очень опытный. Он сейчас пригодится на каком-нибудь жёстком деле. Давайте, давайте... Они вполне... Два нормальных офицера, да? Уже такой... Выучки хорошие. Они вполне могут разобраться с одним наркоторговцем. Угроза самоубийства. Флит-стрит. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдёт в моду. Ну вот как это ни странно, честно, нам здесь реально требуется опытный мент. Опытный мент и самоди. Потому что опытный офицер знает, как общаться и с жертвами, и с преступниками, да? И с заложниками. Поэтому я надеюсь, что он свой профессионализм применит и сможет переубедить, делать опрометчивый поступок явно психически ненормальному вот этому человеку. Вот как это ни странно, здесь гораздо нужнее опытный офицер, чем при задержании, как мне кажется, наркоторговца. Поэтому давайте отправим самоди, пусть получится работать. Вот. Не будем отправлять Гранта, а то ещё завалит, ляпнет там что-нибудь. Какой-нибудь бред. И он застрелит вообще себя сам. Поэтому нет, Гранта... Опасно отправлять Гранта. О, конец дня. Давайте посмотрим, во-первых, как у нас с задержанием наркоторговца. Опа. Продажа наркотиков. К вашему приезду клоун мастерит пудели из шариков сосисок, а вокруг него катаются детвора. Уложить клоуна на лёд и устроить обыск при свидетелях. Накинуть на форму плащ и прикинуться клиентам. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун. Смотрите, нет смысла укладывать ему на лёд, потому что хер знает, наркотики вообще при нём, как он торгует. Может он кого-то направляет, типа, иди туда, типа, или что-нибудь такое. И, там, дети всё-таки, не будем, не будем никого шокировать. Накинуть на форму плащ, это полный идиотизм. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун, конечно. Преступник пойман, офицеры невредимы. Ну, безусловно, мы дождались момента и взяли его с поличным, что-нибудь типа того. Угроза самоубийства. Преступник пойман, офицеры невредимы. Вот, а здесь, конечно, нам нужен опытный-опытный афроамериканец, без проблем. А, всё, день закончился, можем... Я вот могу завершить, пока они не приехали? Наверное, да. Давайте завершим. Да, ничего особенного не случилось. Берч, прости, и прай, и Рой, до свидания, ребята. Смена Б у нас... Ой, а Требер, а чё он такой уставший-то сразу? Мы его только наняли, Требер себя вообще не очень чувствует. Ну, ладно, завершить день. Чекпоинт. День 4 июля, 18 и четверг. Феминистская организация отказали в официальной регистрации. Роби Спир... Кстати говоря, молодцы. Роби Спир... Роби Спир раскроет свою личность, когда придёт время. Враги используют феминисток, чтобы разрушить фриборг. Настоящий патриархат садит в нашем городе. Я согласен с ней, абсолютно. Абсолютно согласен. Всякий раз, когда в моём опустевшем доме раздаётся стук двери, я надеюсь, что на пороге окажется моя жена Лора, которая, как всегда, забыла свои ключи. Здравствуйте, меня зовут Стив, а вы Джек Бойт, не так ли? Для того, чтобы добраться до моего порога, этим парням с библиями приходилось пройти около мили от автобусной остановки, перепрыгивая через грязевые лужи и огибая мусорные ямы. Лора, совсем не отличавшаяся религиозностью, говорила, что уже одним своим отважным безумством эти люди, с приклеенными улыбками, заслужили минуту внимания. Она терпеливо выслушивала их, задавала вопросы, угощала выпечкой, и во всём этом не чувствовалось никакого притворства. Когда я наблюдал за такими сценами, во мне просыпалась необъяснимая нежность, мне хотелось приобнять этих парней, посидеть с ними на крыльце, выкурить по сигаре. Но через месяц после ухода Лоры я смог лишь сдержанно попросить их не беспокоить меня. Сегодня грубо захлопнул дверь перед носом. Пройдёт ещё пару недель, и я буду отгонять всех, кто осмелится подойти к входной двери с табельным пистолетом в руке. В моей жизни самые банальные вещи всегда происходят самым небанальным образом. Обычно жёны, прежде чем уйти из дома, устраивают сцены, или как минимум пытаются навязать серьёзный разговор. Но Лора просто исчезла. Обычно дети в таких историях всегда выступают на стороне матери. Но когда все три наших сына поддержали меня... А, все три наших сына поддержали меня. Обычно родители жены всегда обвиняют мужа в том, что он сделал их дочь несчастным. Но с Салли, матерью Лоры, у нас теперь что-то вроде союза. Про мужчину, с которым теперь живёт Лора, я знал только то, что он годится ей в сыновья. Говорят, ему 30 лет, не больше. Из всех возможных фактов, которые мужчина может знать о любовнике своей жены, мне достался самый болезненный. К счастью, мать Лоры тоже не в восторге от этой информации. Салли думает, что этот парень просто решил повалять дурака со зрелой женщиной. И очень скоро вновь начнёт поглядывать на студента колледжа. У нас с Салли уговор. Она найдёт Лору, попытается образумить её и устроить нам встречу, а я до поры до времени не порчу всё своим вмешательством. Конечно, ситуация безумная. Я, шеф полиции, доверил поиски своей жены-старушке, вооружённой телефонной книгой. Но мне не хотелось терять союзника в лице Салли, так что пришлось на время проглотить свою гордость. Алло. Миссис Марком, это Бойт. О, есть какие-то новости? Это я у вас хотел спросить. Вы хоть что-нибудь нашли? Адрес, телефон, вы говорили с ней? Не волнуйся, Джек, я уже сузил округ всего до двух подозреваемых. Или как вы там любите говорить, своей полиции? В моей полиции мы можем найти человека гораздо быстрее, чем любопытная старушка, обзванивающая подружек моей жены. Ты сам уже старик, Джек, опомнись, на улице нас с тобой приняли бы за ровесников. Но у меня есть энергия, Джек. Может, тебе я и кажусь маразматичной старухой, но я хожу в свой книжный клуб, спорю про Байрона, и это даёт мне энергию. Я разговариваю со своими собачками, и это даёт мне энергию. А у тебя нет энергии, Джек, у тебя даже хобби нет. Нет страсти ни к чему, поэтому Лора от тебя и ушла. Давайте не будем возвращаться к этому, Салли. Найдите мою жену, а потом мы обсудим мои хобби. Я жду звонка, но скоро моё терпение иссякнет. Лора, если ты разлюбила меня, я не буду добиваться от тебя невозможного. Просто не дай мне погибнуть, ладно? Блин, честно говоря, это отвратительно. Я разочаровываюсь немножко в нашем главном герое, из-за которого мы играем. Я объясню почему. Представьте, у вас было много лет совместной жизни, и жена просто исчезает и начинает трахаться с каким-то молодым петухом, который шпилит её во все дыры. Мне кажется, женщина, которая поступает так, мало того, что не заслуживает уважения, она заслуживает только унижения, да ещё и ни в коем случае не должна быть принята назад. Вы скажете, Сергей, что за бред ты несёшь? Любовь может пройти. Совершенно верно. И я не говорю, что женщина или мужчина не имеют права после отношений, вернее, во время отношений расстаться друг с другом и найти себе новых партнёров. Но если ты прожил долгое время с человеком, у тебя налаживается несколько иная связь. И как минимум к своему партнёру за те подаренные хорошие моменты вы должны относиться уважительно. И даже если вы нашли себе 30-летнего любовника, либо любовницу, вы должны сесть честно перед своей женой или девушкой и признаться в том, что больше не испытываете к ней чувств, что благодарны за то время, которое вы провели вместе, но жизнь так сложилась, что теперь вы принадлежите другому человеку эмоционально. Это будет честно. Это будет благородно. И это будет уважительно. Вот тогда ради бога. А когда поступают так, это ублюдство. И человек, который так поступает, предатель. И заслуживает унижений, оскорблений и прочего доклассирования. Хорошо. А мы с вами возвращаемся в нашу смену. Итак, у нас здесь поступил Флоренс. Флоренс на работу. Требор уставший. Янси. Перди. Я предлагаю повысить Перди. Замечательная женщина. Да-да-да, женщина. Я запомнил. Вот, просто прекрасная. Хотя, вглядитесь, ну реально похоже просто на толстого мужика с этими, с туннелями в ушах. Просто за вред. Так, цубаки у нас. Я не знаю, кому еще дать одну лычку. Ну давайте. Ну, Янси не хочу давать. Нет. Тут и так три офицера повышенных. Не надо никому, я думаю. Хватит. Хватит. Кому-нибудь дадим из смены А. Итак, давайте выберем композицию. Вот эту вот. Сегодня мы слушаем вот эту. Да-да. Боже, как неудобно, а? Вот так вот. Да. Давай-давай-давай. Замечательно. Итак, у нас четвертый день. Смена Б. А увол... Что? Увольте всех черных копов от мэрии? Российская банда в последнее время доставила нам много проблем. Эти люди выслеживают чернокожих горожан и избивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на все местные радиостанции, в котором пообещали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность. Многие горожане поддерживают их. У вас есть два дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников в избежание социальных напряжений. Чего? Во-первых, идти на поводу у расистов после угроз, а дальше они скажут, выдавайте нам по миллиону долларов в месяц, иначе мы будем убивать всех. Мы не хотим работать. Мы скажем, блин, нам не нужны лишние трупы, давайте будем выдавать им деньги. Мы должны выследить их, поймать и наказать по всей строгости закона. Во-вторых, увольнять чернокожих просто за то, что они черные, вверху блюдство. У каждой нации, у каждой веры и исповедания, цвета кожи и так далее, есть уроды конченные. И хорошие люди. И в-третьих, увольнять моих ребят, которые жертвуют своей жизнью, ради того, чтобы спасать эти белые жопы. Мазефака! Я на такое не пойду! Интересно, я могу послать Мэрию нахуй? Потому что я собираюсь это сделать. Мэри, иди нахуй! Я не буду этого делать. Серьезно. Я не знаю, что мне за это сделают, я не буду делать это. Я, если я совершил серьезные преступления, не скрылся, к делу подключаются детективы. Отлично! О! Расследование слоты. Прибыв на место, детективы опросят свидетелей и соберут всю необходимую информацию. Одного из детективов нужно назначить ведущим расследования по этому делу. Все остальные детективы, которых вы прикрепите к расследованию, будут его подчиненными. Чем профессиональнее ведущий следователь, тем эффективнее работает вся команда. Так, тогда вот так, так и так. Ага. Хорошо. Гетто. Борца за права чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле дома. Вот просто уроды. Так, у нас здесь дело. Порча имущества. Кстати говоря, вот теперь детективы, видите, в деле. Уборщица мэрии увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили и на стоянке длинным железным прутиком. Прутом. Прутом. Не важно. На всю улицу слышны его крики. Ублюдки, воры, кровопийцы. Но, видимо, пожилой мужчина просто расстроен жизнью. Я думаю, что ничего особенного мы отправим Янси и Цубаки. Они должны без проблем решить вопрос с престарелым человеком. Вот. И задержать его. К тому же Янси более чем опытен и прекрасно справится. Заодно проверим его в деле. Что ж, пока вроде бы все нормально. Меня беспокоит уставший Требор. Вот его данная усталость она как-то может повлиять на дело? Вроде бы да. Так, пригород. Что там такое? Камерный... А, угон. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, числящуюся в угоне. А вот это, честно говоря, уже серьезно. Угонщик может быть вполне вооружен. Это преступник. Так, это вам не старик, который прутиком бьет там, да? Я предлагаю отправить Коти. Предлагаю отправить Требора. И с ними отправить Остина и Асана для того, чтобы они прокачались. Потому что они сами по себе бесполезны. Понимаете, да? То есть нет смысла. А этих двух отправлю как раз под руководством офицера, который повышен, да? Они будут на моральном... на моральном духе. Давайте, они должны без проблем справиться со всем этим. Заодно я прокачаю наших салак молодых. Расследование началось. Вау! Так. Расследование, подготовительная работа. Детективы опросили свидетелей и собрали все данные с места преступления. Теперь занимаются проработкой версии. Ждите результатов. Так. Убийство. А, ви... Вот, видите, начало. Он вышел. И вот тут его уже убили. Ага. Так, но... Вот тут у нас, видимо, должен быть набор кадров. Видите? И мы вот такие кадры будем, типа, выстраивать. Типа цепочку составлять. Но сейчас у нас ничего нет. И здесь подсказки. Так, ну... Ну, я так понимаю, должны появиться потом кадры, да? То есть, ждите результатов, нам сказали. Поэтому давайте пока не будем читать подсказки. Надеюсь, они не исчезнут. Потому что пока нет кадров, все равно нет смысла их читать. Когда будем составлять, тогда и прочитаем. Так, отчет порчи имущества. Преступник пойман, офицер невредим. Ну, естественно, справились со стариком. Вот заслуга-то. Ну, ладно, молодцы, все равно, конечно. Молодцы. Бедные, бедные старые люди. Незащищенный класс абсолютно. Везде. О, бог ты мой. Так, что у нас тут? В парке. Подозрительный индивидуум. Многодетную мать Кури Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в бифофокальных очках. Устроившийся на скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми и больше часа и регулярно фотографирует их. Ну, вы все понимаете, что это педофил, да? Давайте немножко подождем. Так, угон пригород. Водителя рядом нет. Обыскать машину. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Опросить очевидцев. Обыскать машину не надо. Нам нужно задержать угонщика, а не просто вернуть машину. Обыскивать нет смысла. Зачем светиться? Опрашивать очевидцев тоже не надо, потому что не надо светиться. Еще раз говорю. А вот выждать водителя на безопасном расстоянии это очень хороший вариант решения вопроса. Пока угонщик не вернется. А если не вернется, ну просто вернем машину. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Красотули мои. Молодцы. Все правильно сделали. Красавчики. Так, а я ждал, когда вернется у меня. Ага, все. Итак, здесь педофил. Я думаю, что опять же с Янси и Цубаки без проблем с этим справятся. Хотя, возможно, на самом деле стоит отправить перди. Все же это педофил. Но педофил, он как правило не вооружен. То есть это не тот, не тот тип преступников, который может нам что-то сейчас сделать. Я просто боюсь, что они права... Ну, я рискну, ладно. Но по идее они должны его задержать без проблем. Потому что тем более Цубаки прокачалась. Этот тоже прокачался. Они должны справиться с педофилом, который сидит на скамейке. Подойдут и задержат его сейчас. Тем более, это молодуха. Она наверху быстро бегает, если что. Ну-ка. Есть! Фух, я волновался реально. Я боялся, что они заварят. Красавчики. Красавчики. Так, Казуки Тамура, клуб Драгонслейер. Мистер Бойт. Мистер Бойт, я открываю первый клуб-восточник единоборств во Фрибурге. И я хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом. А после поединка я научу вашего подчиненного несколько приемом, и они пригодятся ему на службе. Хорошо, сенсей. Но вот это, мне кажется, неплохая вещь. Отправить, например, Флоренса, я бы отправил. Он написан лучшего, да? Или без разницы, на самом деле. Один с вашим лучшим копом. Я вот, кстати говоря, не знаю. То есть, реально надо отправлять лучшего, или это вот просто без разницы? То есть, я, например, отправлю женщину Перди, которая у меня прекрасно владеет сумо. Я, вот, непонятно немного. Или реально лучшего отправить. И что будет, когда он научится приемом? Просто звучит классно. У них какой-то, она, не знаю, какой-то статус или появится новый? Или у него общий профессионализм поднимется? Потому что, например, если поднимется общий профессионализм, то я бы реально отправил Перди, потому что Флоренс и так суперпрофессионален. Мне бы в смене Б пригодился бы еще какой-нибудь матерый. Ладно, я рискну. Хорошо, я не знаю, может... Я считаю, что Перди лучшее просто. Пусть Перди, я хочу попробовать. Мне эти надо понять, как это работает. Просто Флоренс и так крутой. Вообще, что будет? Вот сейчас они там сделают. Что будет? Убийство. У ваших детективов есть первые зацепки по делу. На кадрах, которые они приносят вам изображены варианты того, что могло произойти на месте преступления. А, вот они, новые кадры. Все, понятно. Открыть расследование. Да, вот мы теперь будем составлять. Кадры могут быть как верными, так и ложными. Чтобы отличить одни и других, внимательно изучайте материалы дела. Чем больше детективов работает над расследованием, тем... И чем выше их профессионализм, тем точнее их догадки. Слушайте, какая крутая игра, да? Чтобы выйти на подозреваемых, вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления. Используйте кадры с догадками. Если сложить последовательность не удается, вероятно, у вас еще нет нужных кадров. А, то есть, может еще и не хватать нам? То есть, вернее... А, нифига себе, нужных нет. Так, а вот теперь давайте читать подсказки. Во-первых, давайте рассмотрим место преступления. Значит, мы видим разбитое окно и убитый, убитый, соответственно, чернокожий защитник прав чернокожих. Значит, разбитое окно говорит о том, что стрельба была достаточно беспорядочной. И у нас вот, да, есть картинка, что, скорее всего, все было на ходу. А количество выстрелов, учитывая следы, да, их на стенках нет, следов от пули и так далее, это был явно не автомат. Да, мне кажется, вот эти картинки, вот эта картинка, вернее, прям очень точная, а если здесь вот так она изображена, скорее всего, это будет точная. Вот это вообще хз, это тут аптека изображена. Так, потом что, ну вот он выходит, а, стоп, когда он выходил, уже было разбито стекло. Или в момент, вот когда он, знаете, как бы, он только отпер дверь, сразу началось, то есть, разбилось стекло, хотя нет осколков. Блин, вот это вот я не учел, нет осколков, то есть стекло было уже разбито. А-ха-ха, кстати говоря. Но все равно, поскольку, видите, не могла быть такая точная стрельба на ходу из автомата, поэтому это да, безусловно, это было убийство из пистолета. А-ха, странно, что вот так стекло, разбито оказалось уже заранее. Почему он, почему он стекло себе не вставил, это очень странно. Очень странно, потому что осколков нет, как я уже сказал, значит, оно было разбито давно. Итак, мистер Грэхэм. Эрик Грэхэм, пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Ну, это бред. Все указывает, что автомата не было. Абсолютный бред. Даже без этой картинки, понятно, что это было не автоматическое оружие. А-а, едем дальше. Глэн Клейтон, сосед. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Однако он указал на седан, кстати говоря. В этом есть совпадение. Несколько приглушенных хлопков. Но это как раз и указывает на использование глушителя у огнестрельного оружия. Лоуренс Карр, сосед. Он явно получил по заслугам. Давно напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем-то ругался. А вот это, возможно, иной мотив. Возможно, мотивом был не расизм. Возможно, мотивом был какие-то личные распри с каким-то человеком. Но опять же, мы будем выяснять это дело, если это надо будет выяснить. Стейси Копп, свидетель. Я не запомнила машину, а звуки были очень тихие. И я подумать не могла, что это выстрелы. Ну, понятно, действительно, был глушитель. Машину она не запомнила, но она была. Судя из-за ее слов. Поэтому, значит, точно машина имеет место быть. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел за лекарством. Меня чуть не сбил какой-то идиот. Понятно. Не сбила, я понял. Лекарство, аптека. Вот, уезжающая, уезжающий автомобиль есть. То есть, все, все три свидетели подтвердили, что автомобиль имел место быть. Пьяный сказал, что это седан. Сложив это, мы можем понять, что кадры нужны. Итак, значит, машина стояла, она поджидала жертву. После того, как он вышел, они открыли, он открыл огонь. И начал скрываться с места преступления, тем самым почти сбив человека. Подозреваемый имя. Теперь у нас есть подозреваемый по этому делу. Подозреваемых может быть и несколько, но в этом случае детективы остановились на единственной кандидатуре. Тревис Хортон, расист, у которого есть несколько судимостей. То есть, расист-рецидивист. Почвы был именно расизм. Понятно. Этот город зашел с ума, я скажу вам. У детективов есть информация о местонахождении подозреваемого. Предполагаемых мест может быть и несколько. А, в данный момент одно. Так, чтобы провести арест, нужно направить подозреваемого у ведущего следователя в сопровождении двух офицеров. Если следователь не на службе, арест можно отложить. Но не забывайте, что преступники не сидят на месте и могут покинуть Фрибург. Итак, у нас на месте следователь. Также помните, что все преступники ведут себя по-разному. Напуганный воришка, скорее всего, сам сдастся вам в руки, поняв, что его разоблачили. В то время, как жестокий убийца может оказать серьезное сопротивление. На арест опасных преступников лучше отправлять опытных офицеров, а если посчитаете нужным, еще и команду спецназа. Тревис работает грузчиком в порту. Так, грузчиком в порту. Что ж, мы отправим Флоренса на задержание. Обязательно. И мы отправим на задержание Коти. В данный момент мы будем использовать только профессиональных офицеров. Мы не будем рисковать. И я ни разу не использовал спецназ. Скажу честно, учитывая, где он работает, грузчиком, он безусловно вооружен, но два офицера и следователь должны будут с ними справиться. Но раз можно отправить спецназ, я отправлю, потому что мне крайне интересно, как это работает. Поэтому давайте. Этой команды захвата более чем хватит, чтобы обезвредить этого опасного преступника. Итак, бар, драка. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Но с этим без проблем. Я думаю, справится Требор. Требор, в принципе. Можно Остина и Осана отправить. Без проблем они справятся с этим, но бабы подрались на подиуме, господи. Сейчас они там разберутся, пусть они как раз поднимут свой профессионализм. Драка в ресторане. Из бара поступило сообщение о драке между посетителем и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэтом. Ну отдыхает, мужик, ну что? Но здесь серьезнее дело, потому что мужчина не сотрудник. Здесь Янси и Цубаки должны с ним разобраться. Без проблем. Здесь дело посерьезнее, чем две дерущиеся бабы. Итак, отчет. Казуки Тамура клуб Драгон Слэйр. 390 перди стало. Перди вот сейчас как она будет пердеть теперь. Хлеще прежнего. Шеф, я почти прищучил этого епошку. Прищучил? Так перди это все же мужик. Мне сказали, что перди баба, это мужик. Я почти прищучил. Да это просто жирный мужик с тоннелями в ушах. Имя я говорю перди. Разве так назвали бы даму? Так это женщина или мужик? Господи. Перди. Я ну по крайней мере она резбиянка. Шеф, я почти прищучил этого епошку, но он оказался слишком быстрым для меня. Я выиграл, выиграл по очкам. Правда я толком не знаю правил. Не знаю правил, блин. Так что мало ли, что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов. И я так увлекся, что немного потянул спину. Пойду домой отлежусь. Но пока говорит она он оно как мужик. Хорошо, я кажется был уверен. Видите, я правильно поступил. Все-таки общий профессионализм приемы далее. Драка в баре. На подиуме дерутся женщины. Пьяный охранник спит в углу, а подвипившие клиенты внимательно следят за происходящим. Выключить музыку и зажечь верхний свет. Достать пистолет из кобуры. Девушки не ссорьтесь. Ну, девушки не ссорьтесь, они хрен положат на это. Достать пистолет из кобуры слишком жестко. Выключить музыку и зажечь верхний свет, надо привлечь их внимание. Давайте. Стриптизерши продолжают драться, не обращая внимания на полицию. Залезть на подиум и попробовать разнять девушек. Попросить у бармена ведро холодной воды и облитнирующихся. Наблюдать за стриптизершами и не вмешиваться. Конечно, воды, блин, и облить их. Господи, это же баба, изи. Да, конечно. Пойман, я знаю, как с бабами, как укоротить маленькую суку. Я знаю, поэтому мне опыта не занимать. Хорошо. Так, у нас еще двое ребят приедут сейчас. А, убийство, стоп. Преступник пойман. Опа, кстати, как они подняли? Профессионализм. Все, здорово. Вау, вообще отлично. Просто здорово, все подняли. Вы поймали всех подозреваемых. Ну, отлично. Ребята, все идет просто замечательно. Так, драка, ресторан, а октопус. Преступник пойман, офицеры невредимы. Ну, мы работаем с вами. Идеально завершить день. Красавчики, красавчики. И ему бы отдохнуть. Нет, не надо приказывать ему работать завтра. Я бы его отправил отдыхать. Ну, смотрите, бедолага, он устал, как сильно. Давайте, ладно, завершить день. Никого не будем задерживать. День 5 июля 19, 19 пятница. Ребята, вот здесь мы с вами и остановимся. Заголовки прочитаем завтра, ну, или вы сейчас их прочитаете, в следующей, вернее, серии, ну, или вы их сами сейчас прочитаете. В общем, игра просто офигенная, сколько интересных моментов добавляют, просто супер. короче, приказ мэрии об увольнении черных я не буду выполнять, я уже объяснил, почему, считаю это неправильным, я не знаю, чем меня накажут за это, заодно и проверим. Спасибо, что смотрели, надеюсь на вашу поддержку, друзья, ставьте лайки, мне будет очень приятно, подписывайтесь на канал, есть группа вконтакте, группа в стиме, есть канал на твиче, там проходят прямые трансляции, второй канал на ютюбе, где выкладываются их записи, есть еще я вконтакте, все ссылки на все, с вами был Сергей Халье, всем пока. А, ну понятно, опять эти осы чернильные, ох, этот петух главный, нет, нет, так, сначала разберемся с этим, там еще одна, так, о, вижу ты, разжег камин, благодарю, не за что, здесь очень темно, да, здесь нет электричества, но вернемся к нашему разговору, видишь ли, моя собака пропала, если бы, этот ш iphone, memorиз mr. а скажу ко мне, если бы ойк final, вот эта вот, encara есть,